Давайте сделаем сначала крылья. Я нашел такой референс, вырезал его и вот сейчас туда поставлю и начну подгонять. Нужно мне это для того, чтобы создать как бы пропорцию, скажем так. Для этого я и буду строить. Сейчас вырежу муху, чтобы видно было уже сразу же и начну подгонять сюда. Так, давайте мы его немножко утрируем, это крылышко, потому что, ну как, самое простое крыло, оно и будет простое, а у нас все-таки мультяшный персонаж, поэтому мы можем обходиться, как нам заблагорассудится, либо красиво было. Так, теперь нам надо это дело размножить, то есть еще раз продублицировать и поставить сюда. А это крыло давайте немножко наклоним, потому что пропорция здесь есть, а вот симметрия как бы не особо надо. Пускай она немножко будет одна упущена. Вот так она выглядит уже хорошо. Сейчас попробуем поменьше сделать. Тоже неплохо. Так. Ну, это мы потом с вами решим. Большое, маленькое сделать тоже там уже на месте. Сейчас нам главное сделать рисунок из этого. Ну, оставим пока так. Рисунок, в общем-то, делается. Просто единственное, что надо уметь работать пером. Если кто это не умеет, у меня есть очень простой хороший урок, мастер-класс. Я дам ссылочку внизу, если кто-то захочет. Там буквально вы помучитесь, может быть, немножко. Но потом сразу научитесь, и это вам тут, конечно, поможет. Я очень часто пользуюсь пером, потому что он другого, я просто не знаю. Жалко, что слайсов нет таких в ZBrush. Было бы очень удобно. Теперь я взял черную кисточку, сделал ее размер и сказал, что заполнить контур. Вот он спросил по этой, по кисточке. Да, да, по кисточке. Единственная моя ошибка, я сделал не на том слое. Переделаем сейчас недолго. Вот так, раз. Сам этот пульт можно убрать, кликнув вот здесь. Фат у меня называется, не знаю, как по-русски. И теперь давайте мы сделаем следующее. Мы пройдемся по всем этим жилкам, скажем так. Ну, сначала мы просто сделаем, давайте, без всяких изысков. Просто сделаем такие жилки, так, по всему крылу. Здесь, здесь, поперечинки ставим. Я говорю, что это легче, чем делать стрекозерное крыло. Я делал стрекозерное, печатал на 3D принтере. Потом удивлялся, что думаю, а как еще по-другому сделать, если бы не было принтера. Так, вот, то же самое заполним сейчас. Хорошо. И есть, на концах есть такие утолшения. Они приносят, привносят такую, ну, симпатичность, скажем. Мне больше нравится, если просто тонкие линии. И мы сейчас это сделаем. Или при помощи квада, или можно, в принципе, можно, в принципе, рисовать. Тут мы заполняем не контур, а уже заполняем, ну, площадь. Так. Давайте мы просто нарисуем. Тут не суть такая важна. Видите, она смотрится гораздо лучше, когда вот такие на концах есть. Хотя, может быть, это не мушиный вид. Но тут там все равно, я говорю, мы делаем, чтобы было красиво. Главное. Выделяем, копируем. Потому что я сейчас еще раз хочу проверить. Но перед этим мне показалось, что контур самого крыла должен быть потолще. Я сейчас это сделаю. Я проверил еще раз. Выбрал потолще. Заполнил контур. Не площадь, а контур. Вот так. На мой взгляд, это слишком толсто. Вернемся. Скажем так, ну, 5-3 пикселя. Вот так. Это уже совсем другое дело. Смотрим. Ну что ж. Хорошо. Теперь, нам нужно будет сделать отдельный файл. Сказать так, 500 на 500. И поделить его на 4 части. Я как-то так вот привык это делать. Теперь возьмем это крыло. Выделим. Сохраним. И ведем вот сюда. Вот оно. Вот так. Готово. Откроем теперь ZBrush. Пойдем в Lightbox. Возьмем Shadowbox. Вот он. Откроем его здесь. Закроем Lightbox. Эдитировать его. Все. Он встал на место. Нормально. И сюда, как всегда, подгружаем. Теперь картинку Texture Map. Загружаем то самое крылышко, которое мы сделали. Вот оно подгрузилось. И теперь, тем же самым способом, как всегда, сначала мы маскируем это дело. И говорим, что это Color, интенсивность. Потом зажимаем, делаем маленькую пимпочку. И тем самым, шифт мы зажали, получили крыло. Но получили его не очень красивым. Мы знаем, как с этим бороться. Поэтому просто-напросто сейчас пойдем в геометрию. Найдем здесь Shadowbox. И в Shadowbox мы сделаем Результат, ну скажем так, на 320-350. Включим Shadowbox. Окей. Вот сейчас уже что-то другое проявилось. Идем опять в маску. И еще раз. Делаем. Интенсивность нажимаем. Готово. Ну, осталось нам опять еще одну маленькую пимпочку сделать. И вы видите, что крыло стало таким, каким нам нужно. Говорим Ctrl-Z. Убираем это крылышко. Кусочек. Так. Убираем. В геометрии убираем Shadowbox. Отключаем. Получаем вот такую штуку. Так. Что я хочу сделать? Я сейчас первонаперво, я хочу убрать вот это неровности. Эти все. Эти можно сделать. Мы пойдем в деформацию, как вы помните. И здесь есть так называемое Polish View Features. И мы вот так несколько раз, ну раза три сделаем. Таким образом мы все-таки это делаем по Prime. Так. Мы видим, что оно еще Polish можно сделать. Так. Хорошо. И теперь я пойду еще раз в деформацию и скажу Flatten. Но не по этой линии, а допустим по Y попробую. Так. Нет. Тоже не то. Ох уж это мне. По Z. Так. Здесь мы убрали с этой стороны. И теперь с этой мы убираем. И получаем очень чистое такое крылышко. Ну довольно таки скажем так. Хорошо. Сохраняем это как Tool. Перед тем как поставить его на место и подогнать уже размеры. Давайте мы сначала пойдем в деформацию. Используем здесь по Z Twist. То есть я хочу вот немножко вот так загнуть. Вот. И уже теперь в этом загнутом состоянии поставить его на место. Теперь сделаем дубликат крыла. Отзеркалим его. И постараемся так загнуть, чтобы выглядело хорошо. Ну вот и пожалуй все. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.